Возможности вокруг нас, главное их замечать и брать на вооружение. С 15 марта по 30 июня Белагропромбанк совместно с Объединенной профсоюзной организацией банка проводит республиканский образовательный конкурс по поддержке и развитию молодежного предпринимательства Агро-3.0. Ну и прямо сегодня у нас в гостях Наталья Мармузевич, председатель Объединенной профсоюзной организации Белагропромбанка, сопредседателя оргкомитета конкурса Агро-3.0 и Валентина Казаченок, начальник управления обучения персонала центра по работе с персоналом Белагропромбанка, член оргкомитета конкурса Агро-3.0. Доброе утро. Наталья Валентина, Наталья, вопрос первый. Профсоюз банка является соучредителем вот этого конкурса Агро-3.0 и вы представили кейс задания в категории социальное предпринимательство. Почему выбрали именно такое направление? Да, действительно, профсоюз является соорганизатором этого конкурса и социальное предпринимательство в настоящее время – это очень популярная тема, когда целью становятся не деньги, а какая-то социальная миссия. И это будет помогать решать в будущем задачи в обществе и будет помогать решать задачи, прежде всего, человека. А профсоюз Белагропромбанка, он делает все для наших людей, для нашего человека. Действительно, мы с нашим коллективом выбрали два кейс-задания. Одно кейс-задание направлено на социализацию в обществе различных категорий семей. Второе кейс-задание – это направлено на пожилых людей и, в частности, на одиноких людей. Мы хотим, чтобы кто-то на наше кейс-задание выдал прекрасное кейс-решение по улучшению быта пожилых людей. Мы говорим здесь, в частности, об одиноких людях, ветеранах войны и труда. И в Белагропромбанке есть уже интересный, уникальный проект, о котором, я думаю, уже многие знают. У нас в банке на Романовской Слободе 8 открыто кафе особой категории людей в нашем обществе и для особой категории людей. В этом году проект «Инклюзивный бариста» стал участником проекта «Агро 3.0» в категории «Цифровизация бизнеса». Белагропромбанк совместно с Объединенной профсоюзной организацией банка проводит республиканский образовательный конкурс по поддержке и развитию молодежного предпринимательства. Я впервые участвую в таком важном, серьезном проекте, поэтому, в первую очередь, для меня будет очень классный опыт. Ну и, конечно же, если получится победить, наша заявка, так сказать, она облегчит многим людям жизнь и поможет развитию бизнеса, поэтому я очень на это не верю. Участвовать в конкурсе можно как с готовыми бизнес-идеей, так и с кейс-решениями, разработанной в течение конкурса. Вот, вы знаете, ребята вызывают безграничное чувство уважения, чувство восхищения, наверное, даже. Это очень хороший пример того, что нужно поставить цель, можно поставить цель, нужно поставить цель и к ней идти, несмотря ни на что. Очень здорово, что Белагропромбанк поддерживает такие идеи. Это здорово. Да, Валентина, насколько нам известно, вот этот вот конкурс «Агро 3.0» имеет образовательную составляющую. Расскажите подробнее об этом. Наша задача, как организаторов конкурса, создать возможности, создать условия для того, чтобы участники, как клиенты, которые, я бы сказала, рискнули предоставить свои кейс-задания, так и молодые люди Беларуси, которые будут предлагать решения данных кейс-заданий, которые будут придумывать бизнес-идеи, они получили возможность развиваться. Для наших участников будут запланированы образовательные встречи по маркетингу, по поиску бизнес-идеи и их продвижению, поддержке финансовой, поиску инвестиций, финансовому планированию. В прошлом году «Агро 2.0» выиграли студентки 4-го курса кафедры культурологии. Яковец Анастасия, Вербчук Надежда и Веренич Кристина. Мы разработали трехэтапный антикризисный план для агроусадьбы, который помог ей вывести бизнес из кризиса. Также мы разработали еще для этой агроусадьбы логотип, и мы очень тесно во время самого конкурса общались с владельцем агроусадьбы, что позволило нам полностью окунуться в кейс и больше узнать про этот бизнес. Мне самому захотелось подать заявку. Наталья, расскажите, пожалуйста, на каком вообще этапе сейчас находится конкурс? Сейчас мы ждем заявки. А, то есть еще можно? Да, у нас еще три дня. Мы очень ждем, конечно, заявки от наших участников. И у нас 108 кейс-заданий. Спасибо вам за интересную информацию. Мы вам тоже желаем всем участникам удачи. Дима, если решишься, то, пожалуйста, присоединяйся к команде. А я подумаю, как раз после записи. Да, я напоминаю телезрителям, что сегодня у нас в гостях была Наталья Мармузевич, председатель Объединенной профсоюзной организации БелАгропромбанка, сопредседатель оргкомитета конкурса Агро-3.0. Ну и Валентина Казаченок, начальник управления обучения персонала Центра по работе с персоналом БелАгропромбанка, членка оргкомитета конкурса Агро-3.0. Продолжение следует...